Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о новинках марки Фиберлик. У них в последнем каталоге вышло довольно много новых релизов, и мне, конечно же, сразу ручки зачесались, захотелось это все попробовать. И сегодня на мне макияж на 99, наверное, процентов выполнен с помощью всех новинок. Честно вам признаюсь, общим результатом я довольно где-то так на троечку, наверное, я бы поставила этому макияжу. Я бы в обычное время вот с этим макияжем, наверное, снимать видео бы не стала, потому что на видео он выглядит даже хуже, чем в принципе вживую. Но тем не менее, как блогеру мне приходится тестировать как хорошую косметику, так и плохую, и не протестировав что-то плохое, я думаю, нельзя найти что-то хорошее. И давайте сейчас пройдемся быстро по новинкам, что-то мне понравилось, что-то мне не очень понравилось. В общем-то, я сейчас расскажу вам о своем мнении. Первое, что я сегодня использовала, это их новый многофункциональный BB-крем кислородное сияние, Airstream Technology, бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем-то, новый BB-крем. Что мне понравилось, это упаковка, потому что она стеклянная, с красивой такой хорошей функциональной помпой. В общем-то, вид этой тональной основы даже BB-крема вполне очень даже симпатичный. Этот BB-крем, как и большинство, в принципе, европейских BB-кремов, очень-очень легкий по текстуре. У него такая водянистая текстура. В один слой он выравнивает тон кожи, но, в принципе, абсолютно ничего не перекрывает. Если есть какие-то неостатки на лице, то он их не перекроет. И текстура у него очень такая интересная в плане того, что сначала, когда вы только наносите на лицо это средство, оно очень такое какое-то скользкое, водянистое, можно даже так сказать. И оно мне чем-то напомнило, кстати, MAC Face & Body. Сама текстура MAC Face & Body очень такая жидкая, но в то же время визажисты часто пользуются таким трюком. Не наносят на ладонь немного этого, тональной основы этой. И потом вот так вот хорошо ее растирают. И чем больше она растирается между руками, тем более вязкой она становится, и тем плотнее покрытие в итоге получается. То же самое у вот этой вот штуки. Тоже очень легкое покрытие, но чем больше вот так вот елозишь, например, по коже, или чем больше вот так вот растираешь это средство между руками, тем более какое-то липкое оно становится, и тем больше получается покрытие. Наслаивается этот BB-крем тоже неплохо. В два слоя получается очень неплохое такое покрытие, но опять-таки, если вам нужен какой-то флюид, вам вполне может это подойдет. Если вам нужно больше покрытия, то, конечно же, лучше эту штуку не покупать. Для меня лично это слишком много работы. Я люблю тональные основы, которые уже заведомо имеют среднее покрытие. Их можно нанести там легонько и получится легенькое покрытие, но я люблю наносить тональные основы в один слой. Я не люблю наляпывать один, второй, третий, десятый, пока мне не понравится результат. Для фото-видео этот бибикрем тоже, я бы сказала, не подходит, потому что он слишком блестит. В жизни он похож на такой немножко сияющий эффект, но на видео и на фото это смотрится, в принципе, не очень красиво. Следующее, о чем хочу рассказать, это пудра. Называется она увлажняющая пудра для лица Триумф. У нее очень странная упаковка, на самом деле, и это такой тренд вот этих новинок всех. Они все в каких-то странных упаковках, в принципе. Открывается она нажатием сбоку. Сначала идет сама пудра, внизу зеркало и спонжик. Спонжик, кстати, очень приятный, такой вот вельветовый на ощупь. Что касается самой пудры, я абсолютно не заметила увлажнения этой пудрой. Она, наоборот, хорошо матирует, и в то же время, что мне не понравилось, это то, что ее сразу видно. Вот поверх, особенно вот этого бубикрема, стоило мне его нанести, потом я сразу наношу вот эту пудру, и я вижу просто вот как эта пудра легла вот таким вот слоем, как штукатурки у меня на лице. Не понравился мне этот эффект. И вообще абсолютно не заметила я увлажняющих способностей этой пудры. Опять-таки, для видео не самый лучший вариант, и для фото тоже, потому что хоть и создается такое какое-то матовое лицо, но в то же время, вот я думаю, вам сейчас видно, все равно вот какие-то вот такой вот жирный блеск остается. Не знаю, трудно мне это объяснить, но не очень. Я бы поставила этой пудре такую твердую троечку, и упаковка, ну как-то мне вообще непонятно, что они этим пытались изобразить. Для сумочки может быть удобно, но в то же время, мне кажется, можно было бы ее сделать поменьше. Переходим к глазам. Еще у них вышло, в принципе, в очень похожей упаковке двушки теней. Я выбрала такую самую, ну, наверное, нейтральную из всех, которые у них представлены. Здесь два цвета. Первый такой бронзово-золотистый, и второй темно-темно такой шоколадно-сливовый. Наверное, вот как-то так бы я его описала. Тени неплохие. Называется это двуцветные тени для век. Пленительный дуэт. Тени неплохие, но опять-таки, ну вот нет в них ничего такого сверхъестественного, ради чего стоит за ними гоняться. Несомненно, с этими тенями вы сможете сделать повседневный макияж. Он будет вполне нормальный, но в то же время, вот общее от них впечатление такое, ну, как бы ничего особенного. Вот приведу вам другой пример. Если вы смотрели мое недавнее видео про три наряда на свидание, там очень многим понравился мой макияж. И тот фиолетовый, который у меня был на глазах, был из палетки Фаберлик, вот этих запеченных теней, под номером 52-15. Вот эти тени реально очень крутые. Вот я их использую для каких-то профессиональных макияжей, я их использую для того, чтобы сделать повседневный макияж. Вот эти вот светлые оттенки очень красиво смотрятся. Вот эти тени реально очень хорошие. И я их рекомендую как тем, кто пользуется исключительно люксовой косметикой, так и тем, кто хочет немножко сэкономить и по бюджетной цене купить что-то хорошее. Вот это действительно то, чем я буду пользоваться и что лежит у меня постоянно в моем наборе косметики, потому что качество потрясающее. Ну и упаковка тоже очень симпатичная, такая лаконичная. На сайте меня тоже заинтересовали новые подводки, которые называются, не знаю, как точно они называются, здесь написано просто eyeliner. Они идут в четырех цветах. Классический черный, коричневый, голубой и зеленый. Голубой сейчас у меня на глазах, с помощью этой подводки я делала сегодня макияж. Опять-таки, что я могу сказать по поводу этого продукта? То, что мне понравилось, это стойкость. Вот действительно продукты стойкие, причем голубой и зеленый очень стойкие. Вот действительно его даже трудно смыть, он не осыпается, не размазывается, ничего с ним на протяжении дня, да и ночи не происходит. Но смыть его очень трудно. Нужны какие-то средства серьезные такие для снятия макияжа, для того, чтобы отделаться от этой подводки. Цвета тоже довольно хорошие. Черный, не очень насыщенный, прям насыщенный черный угольный. Он такой скорее черно-серый. Коричневый тоже очень неплохой оттенок, вполне такой приемлемый для повседневного макияжа. Голубой и зеленый это металлики, цвета металлики. Неплохие такие оттенки, но мне кажется, что голубой немножко дешевит, из-за того, что он вот именно такой вот светлый металлический, а не более темный металлический. То же самое с зеленым. Вот мне кажется, что если бы сделали немножко более темными, с таким как бы подтоном синего и подтоном зеленого, мне кажется, выглядело бы это лучше. По стойкости неплохой продукт, но опять-таки вот упаковка почему-то меня очень сильно удивляет, потому что у этой подводки, ну уж очень странный аппликатор. Когда я их заказывала, я не обратила внимания, что там такой аппликатор. И когда я достала первую подводку из упаковки, я сначала подумала, что у меня какой-то бракованный. Потом я посмотрела в каталог и увидела, что они рекламируют этот аппликатор как два в одном, то есть так-то и должно быть. Если поставить аппликатор LeBron, то получается тонкая стрелка. Если поставить его вот так вот плоскостью, то получается очень толстая стрелка. В принципе, я считаю, что вот такой вот тип аппликатора неплохо подойдет для тех, кто вообще не знает, как пользоваться подводкой. Потому что вот такими вот точечными движениями по глазу, вот так вот соединяя линии штрих-пунктиром, скорее всего у вас получится сделать, ну какую-никакую, но хотя бы ровную стрелку. Если вы вообще не знаете, как пользоваться жидкими подводками. Если вы знаете, как ими пользоваться, то намного более удобно просто стандартная кисть или стандартный фетровый аппликатор с каким-то острым кончиком. Вот это же для меня, например, создало больше неудобств, чем наоборот удобств. Поэтому если бы здесь был стандартный какой-то аппликатор, а еще лучше кисть, то мне бы эта подводка намного больше понравилась. Еще один провал лично для моих ресниц, это две новые туши. Первая для объема, которая называется Volume Max, и вторая для длины, которая называется Long Washes. Обе эти подводки имеют очень сухую формулировку, которая просто не хочет почему-то к моим ресницам прилипать. Для того, чтобы добиться вот такого вот, в принципе, как я считаю, минимального результата для моих ресниц, я, по-моему, нанесла то ли пять слоев, то ли сколько-то. Но, в общем-то, они как-то очень плохо цепляются к моим ресницам. Вообще, в принципе, мне подходят больше какие-то более влажные туши, потому что они сразу их обволакивают, и мне легко их наслаивать. Что касается каких-то сухих формулировок, то лично для меня это большая проблема. Обе эти туши создают для меня очень похожий эффект, и, по сути, лично для меня они отличаются только своей кисточкой. Та, которая для объема, она такая вся очень пушистая, и большая, та, которая для длины, она более тоненькая и немножко расширяется к своему кончику. Тушь, конечно, бюджетная, но в то же время вот такая же бюджетная тушь от L'Oreal, которая называется эффект бабочки, на моих ресницах работает намного лучше. И чем дальше она подсыхает, тем лучше она даже как-то создает объем на моих ресницах. Если же брать сугубо марку Faberlic, у них есть очень неплохая тушь из линейки Secret Story. Вот та действительно одна из самых неплохих, на мой взгляд. На моих ресницах она делает очень приличный объем, хорошо подкручивает, длина нормальная, в общем-то, та, тушь ее намного лучше, на мой взгляд, чем эти. Последняя новинка из декоративной косметики – это помады. Помад я взяла 6 штук, и опять-таки хочу отметить, что упаковка у них очень странная. Она довольно объемная, и в то же время, на мой взгляд, выглядит намного хуже, чем, например, та же линейка Secret Story. Та была более какая-то дорогая, что ли, более классическая, может быть, более интересная. Это же, ну, как бы пластик, пластиком, и ничего особенного я считаю, что здесь нет. И опять-таки из-за своих объемов, мне кажется, это неудобно будет носить с собой в сумочке, или там где-то для того, чтобы поставить, может быть, даже вот мой холдер для помад. Помада – это штука уже не вместится, поэтому для меня она сразу уже пойдет где-то на второй план. Я ее положу там или в ящик куда-то, или в косметичку, и вряд ли буду там сильно активно ей пользоваться. Что касается текстуры самой помады, то здесь они вышли в нескольких сериях. Там есть увлажняющие, есть какие-то полупрозрачные. Все я обязательно напишу, какая из них какая, потому что я, вот, честно говоря, сейчас, наверное, и не разберусь, какая из них какая. Здесь никак не обозначено. Единственное, полупрозрачные, они, по-моему, идут в таком вот более черном оформлении, а те, которые глянцевые, такие кремовые, они идут с прозрачной крышечкой. Сама помада по своей текстуре очень неплохая, действительно увлажняющая, хорошо ложится на губы, ничего не тянет, ничего не подчеркивает, никакие там ни шелушения, ни морщинки. Неплохо держится, как обычная, скажем так, кремовая такая помада увлажняющая. Претензий в этом плане у меня нет, цвета есть довольно интересные. Кстати, напишите в комментариях, вот, что вы предпочитаете, какие-то инновационные дизайны помад, какое-то что-то интересное, не обязательно вот в таком оформлении, но в то же время, если вы заходите в магазин, что вам больше нравится, какой-то классический такой вид помады или же что-то такое эдакое. Вот напишите, мне было бы очень интересно узнать. Как я уже сказала, я схватила целых 6 штук. Сейчас не буду вам подробно о каждой рассказывать, потому что это затянется на очень долго, но покажу вам сейчас, как они все выглядят с вочи и с номерами, если вдруг вы какой-то заинтересуетесь. Как вариант, если вы начинающий визажист, и вам нужны какие-то бюджетные помады в таких вот кремовых текстурах, можно купить несколько штучек вот таких вот, переплавить их в палетку помад, там, где все они будут компактно лежать, тогда это, в принципе, неплохой вариант. Если вам нужны бюджетные матовые помады, то здесь я не рекомендую брать эту серию, лучше возьмите Wet n Wild, они намного будут лучше и даже, может быть, и бюджетнее. Также заказала я новую мицеллярную воду, вернее, это мицеллярный лосьон, кислородное сияние. Кислородное сияние, вот этот Airstream, у них, я так поняла, новая линейка, они, если я не ошибаюсь, заменили ею их кислородную основную линейку, которая была раньше. Мицеллярный лосьон неплохой, опять-таки, но мне кажется, что лориалевская мицеллярная вода намного лучше справляется с удалением макияжа, и еще этот лосьон не щипит глаза, поэтому тоже это для меня огромный минус. Еще тоже заказала гель для душа, лимонное Монпассиер. У меня был из этой же серии гель для душа, который назывался Карамельное Паралине, мне он нравился больше, но я его, к сожалению, забыла в Закарпатье, и этот заказала как замену, потому что тот уже немножко подмедлил запах, решила что-то новенькое. А этот запах тоже очень неплохой, он такой очень лимонный и такой едкий немножко лимонный, если вы такие химические запахи не любите или плохо переносите, то, наверное, лучше возьмите тогда Карамельное Паралине, оно пахнет более приятно, и Карамельное Паралине тоже имеет такой легкий увлажняющий эффект. Ну вот, в принципе, и все. Это все новинки, которые попали ко мне в руки в последнее время. Если у вас остались вопросы, конечно, задавайте в комментариях, давайте обсудим, может быть, вы что-то из этого пробовали, у вас есть тоже какое-то свое мнение на этот счет, обязательно оставляйте внизу, потому что мое мнение как бы не единственное, может, вам что-то понравилось, что-то наоборот не понравилось, в общем-то, давайте обсудим. А на этом буду заканчивать, увидимся с вами в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok